Здравствуйте! Сегодня редакция «Момент истины» находится в Нижегородской области Сосновский район. Тут Газпром, ну если точнее не Газпром сам, а не определенные люди в Газпроме, хотят отнять землю у трех инвалидов, один из которых ветеран войны. На этом видео Дмитрий Архипов рассказывает, за что он получил свой Орден Мужества. Командируем батальона мне была поставлена задача собрать группу трехминутной готовности и выдвинуться в помощь погибающим товарищам. Боя, значит, лично сам выносил раненых из БТРа, из бренд-транспортера, двух человек. Хотя по нам ввелся, как говорится, шквальный огонь противника, получил ранение. И ряд моих товарищей, солдат тоже, к сожалению, получил ранение, но все тогда мы вернулись живыми. Его дед, участник религии Отечественной войны, был полным кавалером Ордена Славы. То есть это люди, которые отдали полностью долг Отечеству. Некоторые сотрудники «Газпрома» отрабатывают на нас, наверное, механизм лишения нас права собственности. По-другому это не назовешь. Мой отец был индивидуальным предпринимателем и занимался бизнесом по выращиванию картофеля. Вот сейчас справа от меня вы видите кучу зданий. Когда-то на этом месте отец Дмитрия Архипова выращивал картошку. Он был индивидуальным предпринимателем. В 2007 году к нему приходит «Газпром» и говорит, хотим здесь построить компрессорную станцию. Ну, хотите, так хотите. В 2010 он ее строит. Но в 2018 году Минэнерго издает указ о изъятии этой земли. Представители ПАО «Газпром», видимо, им надоело платить честно, они решили у нас забрать эту землю безвозмездно. И вот тут и начинается самое интересное. Тут и начинаются чудеса. При решении вопроса об изъятии земельного участка ПАО «Газпром» была проведена экспертиза в определении рыночной стоимости земельных участков, где эксперт пришел к выводу, что рыночная стоимость изымаемых участков составляет 5 рублей за квадратный метр. При средней кадастровой стоимости данных земельных участков в районе 143-145 рублей. То есть вот можете посчитать, во сколько раз это ниже, чем кадастровая стоимость. В итоге представители «Газпрома» пытаются выкупить землю в прямом смысле за копейки. Стоимость земельных участков была занижена в 30 раз. Вдумайтесь в эту цифру. А эксперты, которые насчитали такую смешную цену, оказываются связаны как раз с заказчиком экспертизы компании «Газпром Инвест». Интересно, что на это скажет заместитель генерального директора по подготовке производства Галышкин Кирилл? Я все-таки думаю, здесь подключился административный ресурс. Дело в том, что если бы у нас... Газпромовский? Конечно. Я не хочу, чтобы со мной поступали. Все-таки я честно выполнил свой долг перед Родиной. Стал инвалидом. Я не бегал, не прятался. Я поэтому тоже хочу, чтобы именно и ко мне так же отнеслись. Меня услышали, и я готов с ним договариваться. Я много раз обращался. Почетнее награды, чем Орден Мужества в нашем военкомате еще не вручали. Всего их было присвоено в районе восьми героям. Архипов Дмитрий Владимирович был представлен президентом к награде еще в июне, но Орден только сегодня нашел своего героя. Такие награды, к сожалению, чаще всего присваивают посмертно, но этот случай – исключение. Только благодаря мужеству командира батальона Дмитрия Архипова удалось в поселке Новогрозницком спасти солдат парашютно-десантного полка, попавших под огонь незаконно вооруженных формирований.